всем привет мои дорогие друзья посмотрите какой вид, послушайте как вода шумит в фонтане и конечно же великолепный вид отсюда на собор святого якова сантьягоды компостела собор всех паломников последние наверное тысячу лет паломники со всего мира спешат поклониться мощам святого якова и побывать вот в этом огромном соборе хочу сразу предупредить друзья что сегодня видео у меня будет очень необычное наверное видео не для всех скажем так потому что сегодня я вам во первых покажу и снаружи со всех сторон и даже мы побываем внутри вот этого замечательного грандиозного собора святого якова сантьяго де компостела этот собор называется жемчужиной испании и мы с вами даже посмотрим где и как хранятся мощи святого якова которому все паломники со всего мира стремятся на протяжении сотен лет очень много книг было написано о пути сантьяго и посвящено этому месту святому ну и наверное самая главная книга которую все практически знают может быть даже кто-то читал это роман бразильского писателя паула каэлья опубликованный в 1987 году роман называется дневник мага и написан от первого лица повествует о мистическом путешествии по пути святого якова когда человек странствует он сам того не замечая переживает свое второе рождение он то и дело попадает в новые для себя ситуации дни его долги вокруг чаще всего звучит неведомый ему язык он подобен младенцу только что покинувшему материнскую утробу и он уделяет гораздо больше внимания всему что его окружает ибо от этого зависит выживет он в этом пути или нет вот так красиво об этом написал паула каэлья в своей книге а мы с вами друзья сейчас посмотрим все это воочию посмотрим на нынешних паломников которые называются пилигримы а местные жители прозвали этих паломников сантьяги наши любимые сантьяги видите которые паломники и ходят пешком сотни километров стамп everywhere yeah where you going when you arrive you just show the stamps and yeah that's lovely and name of this I see yeah oh fantastic and it's many many stamps you everywhere to stop Поговорила с тремя девушками. Они показали мне сертификат свой. Сто километров они прошли. Рассказываю, пока сама не забыла. Только что сегодня они прибыли сюда. Вот, посмотрите, вот эти вот значки Путь Сантьяго. Видите, это как раз специально. Можете себе купить любой. Иногда Сантьяги прибывают на велосипедах. Обратите внимание, сегодня у нас целая группа прибыла на велосипедах. Грязно, дождь. Смотрите, как они выглядят. Все забрызганные грязью. И вот, видите, встречаются люди, которые потерялись там на пути. И посмотрите, женщины тоже в возрасте. Очень разных возрастов Сантьяги эти. И вот, видите, они все перезнакомились. Посмотрите, какие здесь замечательные женщины Сантьяги. Пилигримы. Сейчас попробую показать вам их поближе. Это, скорее всего, им тут около 70 лет, похоже. Одно и второе. Ну вот, идут. И еще одна писательница, американка Соня Чокетт, духовный целитель и автор многочисленных книг, учащих духовному развитию и использованию индуиции, тоже прошла этот путь, чтобы разобраться в себе после смерти отца и брата. Ее книга называется «Неудержимая». Мой разум молчал остаток дня. Я шла в тишине и ощущала дух пути во время всего движения. Этот путь был наполнен мощной энергией. Я была одна, но шла с миллионами. Я ощущала энергию всех тех, кто прошел по нему до меня. Я чувствовала, как их души сопровождают меня. Их энергия сливается с моей и дает мне силы. Двигаясь вперед, я избавлялась от одного страдания за другим. Я чувствовала себя освобожденной. Да, миллионы и миллионы людей уже прошли по этому пути Сантьяго на протяжении сотен лет. А сейчас, по-моему, он стал очень популярным, этот путь Сантьяго. Вы можете найти массу информации в интернете, если пожелаете. Ну и я, конечно же, тоже очень хотела пройти хоть чуть-чуть этот путь Сантьяго. Пока, к сожалению, мне это не удалось. Я побывала в начальной точке испанского пути Сантьяго, город Сантандер. И прилетела в конечную точку, город Сантьяго де Компостело. Вот он у нас вход в собор с тыльной стороны. Едва нашла. Сейчас пойдем посмотрим, что же там внутри. Вот он собор внутри. Смотрите. Огромный орган, вы видите. Великолепный, конечно, да. И сейчас я вам покажу центральный алтарь, потому что центральный вход в собор вот здесь. Сейчас покажу во всей красе. Вот так выглядит с двух сторон орган, как я показала вам. Видите? И вот такой центральный алтарь. Вход сюда свободно. И где тут мощи святого Якова, надо, конечно, узнать. А еще бы лучше, конечно, нам попасть на службу. Я вам показывала, что мощи-то находятся внизу в крипте. Сейчас попробую я туда пройти. Но вот самое большое кадило я уже вижу. Вот оно висит. Посмотрите. Да. Я еще раз расскажу для тех, кто не видел. Вот видите, там обсеребряная кадила висит на фоне. На фоне этого золоченого входа. Вот оно. Вот оно поднимается на специальном механизме. Потому что говорят, что весит оно больше 80 килограмм, если я правильно помню. И оно в рост человека по величине. И туда загружается около 40 килограммов угля. И ладана. Конечно же, надо поставить свечку обязательно. Сейчас это сделаем. Жаль, что нельзя пройти дальше. Там красота. Позолото. Да, конечно, поражает воображение. Собор огромный. Он идет на четыре стороны. А я сейчас попробую узнать, где тут крипта. С мощами. Святого Якова. Вот еще раз вам сбоку показываю. Это кадило. Видите? Громко здесь разговаривать нельзя. Поэтому, пожалуйста, понимайте это, друзья. Те, кто просит погромче всегда. Я обхожу вокруг алтаря. Смотрите. Здесь можно немного ближе рассмотреть все это. Позолоченное великолепие. Сейчас покажу вам. Я вижу груздя винограда. И здесь как раз вход. Не знаю, что тут написано. Вот Святого Якова там мощи. Спускаемся. Вообще, даже как-то им очень все просто. И здесь напротив, видите, Юлиан Павел Второй. 1982 год. Читайте. Здесь выход с другой стороны. Людей прибывает, я смотрю. Я села. Тоже здесь немного посидеть. Конечно же, прикоснуться ко всему этому. к святому месту прикоснуться. А может быть, что здесь будет служба в пять часов. Спросить не у кого. Все, в общем-то, такие же туристы, как и я. Я рада тому, что здесь разрешают делать съемку. И вообще, видите, люди ходят, попадаются некоторые даже раздетые, вообще в майках с голыми плечами, в шортах с голыми ногами. Как-то без проблем. А здесь, я так понимаю, за каждой решеткой тоже какие-то мощи святых. То есть, получается, что крипта с мощами святого Якова находится как раз под центральным алтарем. Вот здесь. Видите? Отбивают колокол пять часов. Но, наверное, вам было не слышно. Вот еще маленькая молельня. Здесь везде есть сиденья, вы видите, да? В этих церквях не так, как в наших православных. Здесь людям дает возможность посидеть при молитве. И тоже посмотрите, как грандиозно выглядит все. Вот плита на полу. Читайте, кто умеет. Как раз над алтарем. здесь тоже можно помолиться, поставить свечку. Только я не знаю, где лучше. Наверное, все-таки у центрального алтаря лучше ставить свечу. посмотрите, посмотрите, там фигура папы очередного или какого-то первосвященника. вот везде здесь ходят сантьяги эти с палками. И вы знаете, вы видели, что даже там в крепче у мощей святого Якова кто-то умудрился оставить свои палки. не знаю, для чего. Ну, а мы с вами смотрим дальше. И еще один алтарь. И вот еще один этот открыт. Он будет открыт, а я вхожу. Здесь опять захоронение. и вот посмотрите. Если могу подойти ближе, то я подхожу. и вот который день, каждый вечер я прихожу сюда на площадь собора Сантьяга. Сижу здесь, отдыхаю, слушаю жалейку, думаю о многом, размышляю. вот все равно для меня непонятно вот этот огромный собор, который был построен давным-давно. Посмотрите на его архитектуру. Здесь можно, конечно, при хорошем разрешении камеры можно приблизить. боюсь, что это не с моей камерой, но я пытаюсь для вас. Вот посмотрите. Посмотрите. И вот опять я задаюсь вопросом, кто все это строил. 80-метровые эти колокольни. Как это? Какой это век нам рассказывают? И вот я читаю в Википедии ныне существующий собор заложил в 1075 году Кастильский король Альфонсо VI. Не могу понять, почему не строится такое сейчас. А мы чаще всего ходим вокруг, любуемся, фотографируемся, смотрим и считаем, что это в порядке вещей. Да, вот да, кто-то когда-то построил в 17 веке, в 16 веке, кто-то когда-то построил. А как построил? А как смог он построить? И как это смогло выстоять 6 веков, 5 веков и не поломаться, и не обвалиться, и ничего не случилось? Как это возможно? А еще говорят, здесь надо загадывать желание в соборе. Давно здесь гуляю, и множество экскурсий вижу, в том числе и сейчас, посмотрите, тоже ведь здесь экскурсии у нас на площади с гидами. Ну, во-первых, ни англоязычного гида, ни русскоязычного гида я здесь не встретила. В основном испанцы, итальянцы, французы. По-моему, слышала еще речь немецкого гида и китайского гида, конечно же. Вот, но ничего оттуда почерпнуть я не смогла. Вот видите, мы же здесь с вами смотрим этот центральный вход в собор. И там огромная лестница, огромная дверь. Она почему-то всегда закрыта. Может быть, есть вход с другой стороны, потому что этот собор, он, опять же, сделан в форме креста на все четыре стороны. У него вот такие вот башни. Вот такая сегодня у меня с вами экскурсия, друзья. Я очень старалась показать вам как можно больше, потому что это святое место. И может быть, посмотрев это мое видео, кто-нибудь захочет тоже пройти путь Сантьяго и побывать в этом соборе. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Берегите себя в это трудное время. Всего вам доброго. Всем пока-пока.